МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире события дня в студии Кристины Леонова. Здравствуйте! Начнем с главных тем этого выпуска. В Курской области работает диспансерный патруль. Сотрудники службы скорой помощи организовывают медицинские осмотры на дому для сердечников. На выезде побывала и Юлия Терещенко. Их оружие – острые клыки. В Курске участились случаи нападения бродячих собак на людей. Возможно ли решить эту проблему в городе, узнавал Станислав Костиков. Ответственный период под названием «Школа». В этом году порядка 13 тысяч ребят пойдут в первый класс. Как подготовить детей к учебному году, расскажет Ксения Дегтярева. Измерить давление, снять электрокардиограмму. Сдать анализы, не выходя из дома. В Курской области начал работу диспансерный патруль. Медики осматривают на дому пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тех, кто не обращался за врачебной помощью более двух лет. Вместе с бригадой скорой к пациентам отправилась и наша съемочная группа. Медицинские осмотры на дому в первую очередь проводят для сердечников и пациентов с сопутствующими заболеваниями. На комплексное обследование уходит порядка получаса. За это время врачи проводят все необходимые исследования для людей из группы риска. От измерения давления до кардиограммы и экспресс-тестов на содержание глюкозы в крови. Выездную диспансеризацию провели и для Елизаветы Рябченко. Очень внимательно, всегда относятся с большим, ну бережно даже можно сказать. Я очень благодарна всем врачам нашей поликлиники. Если бы везде были такие врачи, то, наверное, люди бы перестали болеть. После тщательного обследования и забора анализов результаты вносят в чек-лист и передают в поликлинику. Там уже составляют план лечения, а при необходимости направляют к узким специалистам. К слову, сама Елизавета Григорьевна – бывший медицинский работник. Если бы раньше существовали такие выездные бригады, удалось бы сохранить больше жизней. Делится пациентка. На своевременную борьбу с осложнениями тяжелых заболеваний и рассчитан диспансерный патруль. Это помогает выявить проблемы и помочь вовремя, что помогает сохранить жизнь в первую очередь. Кроме того, есть возможность при диагностике на таких выездах в каких-то острых состояниях непосредственно сразу работать с региональным сосудистым центром и направлять пациентов туда. Таким образом, мы планируем снизить риск преждевременной смерти. Сейчас на осмотр выезжают три бригады медиков из первой, пятой и шестой поликлиник. Перед визитом медицинские работники связываются с пациентом и предупреждают о своем приезде. Для того, чтобы избежать различных мошеннических историй, за день обязательно лечащий врач, а врача своего преимущественно с пациента знают, обзванивает этих пациентов своих о том, что завтра к нему прибудет бригада скорой медицинской помощи. Выездная бригада медиков осмотрит всех пациентов, которые стоят на диспансерном наблюдении. Юлия Терещенко, Роман Федорков, События дня. В Курске специалисты федеральных медицинских центров провели прием семей с особенными детьми. Родители познакомили с различными техническими средствами реабилитации. За два дня около 20 семей получили так необходимые им консультации. На одном из приемов побывал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. У сына Марины Сорокиной нарушение опорно-двигательного аппарата. Мальчик нуждается в технических средствах реабилитации, которые помогут сделать его жизнь комфортнее. Да, осанка тоже у нас, сколиоз, в корсете все это. А так в основном с ходьбой, то есть сам он не передвигается. За консультацией пришла к специалистам федеральных медцентров. Главная цель таких приемов – не только подбор необходимых технических средств реабилитации для детей-инвалидов, но и обучение родителей. Как родителям вести себя с детьми, как им помогать дома, как они должны заниматься с ними дома, потому что зачастую самое сложное – это им научиться жить с этой ситуацией. Родителям рассказали также о способах получения необходимых средств технической реабилитации. Это и индивидуальная закупка, и компенсация, и самостоятельно приобретение технического средства. Это может быть и приобретение через спонсоров. В основном, самым ходовым – это, конечно, и получение. Все хотят получать от региона, от Федерального фонда социального страхования. А для этого это все должно быть правильно прописано и рекомендовано непосредственно каждому ребенку. Некоторые родители годами не могут подобрать для своего ребенка удобное именно ему техническое средство. Подобные консультации как раз и рассчитаны на то, чтобы решить проблему. Организаторы планируют сделать такие встречи регулярными. Юлия Терещенко, Роман Федорков, События дня. Самые актуальные методы лечения мочекаменной болезни в режиме живой хирургии. Курский центр «Медасист» в очередной раз стал площадкой межрегиональной урологической школы. Она объединила более 150 врачей со всей страны. Лекции и мастер-классы для них провели ведущие российские специалисты. За работой группа экспертов высшей категории ведущие хирурги провели три сложнейших операции. Открыл практическую часть конференции доктор медицинских наук профессор Николай Сорокин. Он филигранно выполнил ретроградную гибкую интраренальную пиелолитотрепсию. Камень диаметром более 10 мм без проколов удален. Далее мастер-класс показали Александр Панферов и Виген Малхасян. Они провели уникальную операцию по удалению камней – комбинированная интраренальная хирургия в исполнении этих асов медицины, фигура высшего пилотажа в урологии. Третью операцию провел Александр Панферов. Один доступ осуществляется через прокол в пояснице, а другой доступ к камню осуществляется через естественные мочевые пути. Это на самом деле требует не только технического оснащения, но и четкой координации хирургической бригады. Сегодня мы эту операцию сделали буквально за 40 минут и тем самым избавили пациента от конкремента практически размером около 4 см. Трансляция велась прямо из операционной. За действиями хирургов могли наблюдать медики со всей страны. У них была возможность задать экспертам интересующие вопросы. Участники активно делились опытом и перенимали его у специалистов. Встреча в таком формате получила название «Урау-Уикенд». Все наши коллеги могут непосредственно увидеть все это воочию и непосредственно при личном, в условиях личного контакта обменяться всей необходимой профессиональной информацией, которая накопилась. И здесь, конечно, меня продолжает поражать высокий уровень организации самих мероприятий, ну и, конечно, высокий уровень урологии, который мы видим в стенах данной клиники. Также именитые медики выступили с докладами. Большое внимание уделили теме осложнений хирургических методов лечения. Эксперты отметили, встреча получилась информативной и плодотворной. Благодаря тем малоинвазивным технологиям, которые сегодня были показаны, наши пациенты с мочекаменной болезнью могут не только избавляться от своих конкрементов в кратчайшие сроки, малоинвазивно, это способствует скорейшей реабилитации этих пациентов. Но и обсуждались актуальные вопросы метафилактики, то есть профилактики этого заболевания и как вести себя пациентом, какие препараты лекарственные принимать, чтобы у них не возникали снова эти камни. Мероприятие прошло при поддержке администрации Курской области и ведущих мировых компаний-производителей оборудования и расходных материалов и фармацевтики. Станислав Костиков, Сергей Малеев. События дня. И к другим темам опасное соседство. В Курске участились случаи нападения бродячих собак на людей. Животные покусали сразу несколько человек на проспекте Надежды Плевицкой. Среди пострадавших есть дети. Сейчас двухлетний Павлик беззаботно играет в любимой песочнице под чутким присмотром мамы. А всего несколько дней назад жизни ребенка угрожала опасность. Прямо здесь на мальчика набросились бродячие собаки. Момент нападения зафиксировала камера наблюдения. Они просто выскочили за секунду откуда-то из кустов. Я их даже не видела, откуда они появились. Просто за секунду они выскочили, напрыгнули на него. Я подбежала, их отогнала. Увидела, что ребенок плачет, испугался. Я взяла его на руки, подумала, что просто они на него прыгнули, и он испугался. Потом уже я прихожу домой, раздела его, соответственно, увидела укус. Ну и мы поехали в больницу. Теперь нам предстоит вакцинация от бешенства. Все как положено. Сделали перевязку. Сейчас, слава богу, рано заживает. Но все равно, как вы понимаете, приятного мало. Елена Ватутина теперь с опаской выводит ребенка на прогулку. Поведение диких псов предсказать невозможно, говорит женщина. Мне очень страшно, потому что я не знаю, где какая собака может выскочить, на кого она может напрыгнуть. Я сама боялась собак. Ну, теперь я боюсь, чтобы у меня у ребенка не остался этот страх на всю жизнь. Конечно, страшно. Ольга Рябинкина тоже пострадала от клыков бродячих собак. Встречу с полудикой сфорой девушка вспоминает с одраганием. Они, видимо, решили, что я претендую на территорию. И начали окружать, кинулись. Я начала от них отбиваться ногами. Произошел укус один. Меня упустили за ногу. Я упала. И думаю, ну все, сейчас один меня съедят. Было страшно не отбиться, потому что я не сразу смогла встать. Я смогла встать только со второго раза. И я уже, я думала уже на проезжую часть выползать, чтобы в тебе машина склонилась какая-то. Последствия нападения, рана на ноге и психологическая травма. Я боюсь теперь собак. Я боюсь теперь не только этих, но и других собак. Это, ну, понятно, что они не все агрессивные, но я тебе говорю, прям неловко, когда я вижу даже домашних. Я не говорю о том, что надо всех животных, всех пролечащих животных уступить. Но когда они явно агрессивные, когда они едят людей, когда они едят детей, ну что-то же надо с этим сделать. Сотрудник организации по отлову собак обозначил свое отношение к ситуации неприличным жестом. В мэрии заявили, что отреагировали на обращение жителей. Конкретно с проспекта Надежной Плевицкой в текущем году у нас поступило шесть заявок на отлов безнадзорных животных, которые все были отработаны. В соответствии с этими шестью заявками в течение года было отловлено 11 особей. И пять из которых были возвращены на место, а шесть до сих пор сейчас находятся у нас в вольерах спецавтобазы. Всего в этом году с Курских улиц планируют отловить более полутора тысяч бродячих собак. Станислав Костиков, Максим Леонов, Сергей Малеев. События дня. Составить список покупок и морально подготовиться к учебному году. До первого сентября осталось чуть больше месяца. Родители уже активно затариваются в магазинах и выбирают форму. Особенно волнительно сборы проходят у первоклашек. В этом году с приятными хлопотами столкнутся моя коллега Ксения Дегтярева и ее дочь Александра. Выглянуло солнышко, бесчет на угу. Я на свечу солнышко, по траве бегу. Александра со своим другом Егором радуются солнышку и до самого вечера гуляет на свежем воздухе. Совсем скоро ребята пойдут в первый класс и в их расписании добавятся занятия в школе и подготовка уроков. Пока дети беззаботно проводят время во дворе, родители озадачены, как собрать ребенка в школу. Особенно сложно приходится тем, у кого двое и больше детей. Ну конечно дороже, чем у меня старшая идет в девятый класс. Там уже поменьше и по тетрадям, и по канцелярии чуть меньше. А в первом классе, конечно, там и альбомы, и ручки, и карандаши, и краски, и все-все-все. Кстати, в этом году собрать ребенка в школу будет стоить примерно на 15% дороже по сравнению с прошлым. Такие данные приводит аналитический ресурс «Чек-индекс». И это еще без учета на повседневную одежду. Например, набор канцелярии для первоклашки в среднем обойдется в 784 рубля. Цена выросла на 12%. Дневник – 163 рубля. Цена выросла на 46%. И рюкзак – 1884 рубля. Цена выросла на 16%. Общий чек у каждого будет разным в зависимости от наполняемости. Но покупка школьных принадлежностей далеко не первостепенная задача, уверяют психологи. Куда важнее морально и физически подготовить ребенка к началу учебного года. Маленьким непоседам может быть нелегко сразу после летних каникул сесть за парту. Будущих первоклашек стоит заранее приучить к режиму. Для детей нужно подобрать как игровую форму дополнительного занятия, то есть родители, вместе с детьми, заранее, примерно в то же время, как будут проходить занятия, то есть примерно где-то часов в 10, можно в 9, да, начинать с ними играть в школу. Но игра должна быть не слишком долгая, как, например, урок 40 минут, заранее, то есть чуть-чуть, там, минут 20-30, потому что после этого у детей не хватает усидчивости. В этом году в Курской области в первый класс пойдут около 13 тысяч детей. Они будут получать знания по обновленным федеральным стандартам начального общего образования. Родители просят не паниковать. Стандарты обновляются каждые 10 лет. И настало время привести этот документ в соответствие с нормативно-правовой базой. А что нового будет для детей и для семей, будущих первоклассников, я бы сразу хотела сказать, таких кардинальных, каких-то очень сильных изменений не предвидится. Учебники останутся прежними и новых предметов пока не вводят. Единственное во внеурочное время первоклассникам теперь планируют рассказывать о финансовой грамотности. Также особое внимание уделят и патриотическому воспитанию. Ксения Дегтярева, Сергей Малеев, События дня. Неутешительная статистика. Курские спасатели регулярно патрулируют водоемы и объясняют правила безопасности отдыхающим. Но прислушиваются, к сожалению, не все. Как результат, с начала купального сезона 12 человек не вернулись на берег. Причем трое из них – дети. Чтобы не допустить новых трагедий, сотрудники МЧС усилили контроль на пляжах города. Лето в разгаре. Жарким выходным днем куряне спешат к воде. Но не всегда отдых заканчивается без происшествий. По статистике, на один официальный пляж приходится пять несанкционированных. Более 90% несчастных случаев происходит именно в таких местах. В зоне особого риска – дети. Скажите, можно купаться не на пляже, а в других местах, например, там, на той стороне? Или нельзя купаться? На территории региона нашего создано и функционирует 50 организованных мест массового отдыха людей на воде, пляжей. Но, к сожалению, большинство людей предпочитает купаться в неорганизованных местах, так называемых диких пляжах. Отчего и происходят, к сожалению, трагедии на водных объектах. Часто дикие пляжи становятся местом притяжения несовершеннолетних. Спасатели напоминают, что детям категорически запрещено находиться у воды без сопровождения взрослых. Знаете, что потихоньку собирайтесь, собирайтесь и уходите с твоего места, чтобы я к вам никаких претензий не имел, никаких протоколов не собрался. Хорошо, ребята? Однако раз за разом объяснять правила приходится и взрослым. Отдыхающие нередко забывают самое главное – категорически запрещено купаться под градусом. По результатам деятельности этих оперативных групп на граждан сотрудниками полиции составлено более 250 протоколов за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на водоемах или употребление алкогольных напитков на водоемах. Спасатели не устают напоминать курянам о безопасном поведении на пляже, ведь вода ошибок не прощает. Ангелина Яхонтова при содействии главного управления МЧС России по Курской области. События дня. В регионе активизировались мошенники. Очередной жертвой телефонных аферистов стала пожилая жительница Курска. Женщину застал врасплох звонок с незнакомого номера. Неизвестные сообщили, что с ее счета прямо сейчас кто-то переводит деньги. Злоумышленники говорили очень убедительно и не на шутку испугали пенсионерку. Напуганная женщина тут же стала пошагово выполнять все инструкции мошенников. Ей назвали номер счета и уговорили перевести на него 250 тысяч рублей. Это должно было защитить средства пенсионерки от выдуманной атаки. Ну и на этом собеседники не остановились. Продолжили выдавать шоковые новости, утверждая, что те же мифические злодеи хотят повесить на женщину еще и кредит. Как способ защиты озвучили оформление реального займа и перевод средств на тот же безопасный счет. Результат недолгого общения с преступниками – ущерб в 500 тысяч рублей. Только спустя время пенсионерка поняла, что общалась с мошенниками. Но было уже поздно. Потерпевшая много раз слышала о схемах, по которым работают телефонные мошенники. И несколько дней стеснялась идти в полицию, понимая, что отдала деньги аферистам своими руками. Правоохранителями уже установлено, что курянки звонили с номеров Саратова, Новосибирска и Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищет полиция. Станислав Костиков при содействии пресс-службой ОМВД России по Курской области. События дня. Его работы известны каждому курянину. Мастер является автором памятников Евгению Носову, Константину Воробьеву, Георгию Жукову, Александру Пушкину. Одна из последних его работ – композиция «Свидание на Перекальского». Творческая встреча с известным скульптором и заслуженным художником России Владимиром Бартеневым прошла в Осевке. 25 июля Владимир Бартенев отметил юбилей. Мастеру исполнилось 70 лет. Делится на свой солидный возраст, себя точно не ощущает. Внутренне я себя не считаю настолько, сколько мне сейчас уже по паспорту стукнуло, как говорится. Ну а внешне я посмотрел на себя по телевизору и понял, что наступил юбилей. Тот, который есть на самом деле. А внутренне нет, я внутренне делаю. До сих пор делаю зарядку по утрам и нормально себя чувствую. По крайней мере так вот, физически. Работы Владимира Бартенева известны во всем мире. Его произведения находятся в галереях России, а также частных коллекциях Англии, Германии и Франции. Ощущение от создания первой скульптуры не забывает. Это был у меня в 73-м году автопортрет мой. Я лепил, потому что тогда я как-то стеснялся приглашать натуру, подсматривать. Еще опыта было мало. А натура, сам я был все время при мне. Поэтому я лепил. Мастерской тогда специальной не было. Я лепил дома. В зеркало. Ну, неплохой получился портрет. На встречу с известным скульптором пришли друзья, коллеги, любители искусства и, конечно же, члены семьи, продолжатели творческой династии Бартеневых. Он привил мне любовь к театру. И запах театра для меня просто что-то такое святое. Всегда мурашки, знаете, когда там окажешься в этой атмосфере. Это любовь к искусству. Это любовь к структурной мастерской. Запах глины также вызывает какие-то такие незабываемые ощущения. Это любовь к жизни, любовь к литературе, любовь к музыке. Половину детства я провел у него мастерской. Для меня он друг, прежде всего. Веселый, эмоциональный, но всегда добрый. Творческий диалог с Владимиром Бартеневым стал первой встречей в студии «Ассиев арт» в рамках проекта «Ассиевский балкон». Такие встречи станут у нас регулярными с людьми, которые внесли большой вклад в развитие культуры Курской области. Следующая творческая встреча с курским художником Аликом Радиным состоится 4 августа. Диана Горяйнова, Антон Латышев. События дня. А на этом у нас все. Больше новостей на сайте 7info.ru и в социальных сетях. Оставайтесь с нами в эфире «За его пределами». До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»